Доброе утро! Мы, готовясь к эфиру, выяснили, что в свое время, во времена Советского Союза, слава именно о научно-историческом отделе нашего музея гремела на весь Союз. И связана она с именем Николая Кузнецова. Кузнецова, совершенно верно. Что такого выдающегося было им сделано и почему вы о нем помните? Неслучайно именем Николая Васильевича и назван наш отдел природы. И действительно, это талантливейший человек. К нему как нельзя лучше подходит такая фраза, что талантливый человек талантлив во всем. Он был великолепным натуралистом, писал книги о животных, об охоте, был еще и охотником, замечательным таксидермистом. А что такое таксидермист? Это симбиоз самых разных абсолютно неожиданных качеств. Таксидермист должен быть биологом, анатомом великолепным, кроме того, скульптором, художником, совершенно верно. А он еще был и фотографом, и в общем-то, и пел, и на баяне играл. То есть самая широчайшая, да, очень многогранная личность. И вот он первым внес ландшафтный принцип в построении экспозиции. Если до него, что такое было экспозиция, естественно, исторического отдела? Это просто набор самых различных экспонатов. Чучел животных, окаменелостей в систематическом порядке. Которые стояли в зависимости от рода. Совершенно верно, в систематическом порядке. Царств животных, родных. То есть это не было зрелищно. То есть именно Николая Кузнецова пришла мысль приблизить это к среде обитания этих животных? Совершенно верно. И он создал ряд масштабных диорам. По сути, это объемная картина. 3D-картина, как бы мы сейчас сказали. Очень зрелищная. Более того, так как я уже сказала, очень талантливый человек был. У него было великолепное художественное видение. Каждая его диорама, это по сути, это целый сюжет. Всегда есть какой-то драматический сюжет. Если мы посмотрим, то можем что-то себе придумать, что там происходило. И режиссура определяет на присутствии. Конечно, да. Как настоящий драматург. Как настоящий драматург. В дикой природе, вероятно. Совершенно верно. То есть это не просто репрезентация каких-то животных в их естественной среде и обитании, а действительно настоящая драматургия. Зарисовка из их жизни. Да. До него этим никто не занимался? У нас нет. То есть он стал таким прародителем, отцом непосредственно из астерического отдела. Да, да, да. И после него остались ученики, которые продолжали его дело. И, собственно, вот сейчас тот современный облик, который имеет наш отдел, в основном заслуга Николая Васильевича. Ну, каждый раз, встречая гостей из музея-заповедника в нашей студии, мы удивляемся тому, как быстро и интенсивно развивается музей. И что сейчас можно посмотреть не только на традиционные экспозиции и посетить экскурсии какие-то, к которым мы все привыкли. А знаем, что сейчас проходит много мастер-классов, какой-то интерактив с посетителями. Расскажите, пожалуйста. Совершенно верно. Так как меняются наши посетители, а у нас это, естественно, в основном наши юные посетители, обязаны меняться и мы. То есть какие-то программы развлекательные, да? Совершенно верно. У нас регулярно проходят различные интерактивные программы. Иногда это в форме квеста, иногда это викторины или какие-то путевые листы, которые нужно заполнить. Ну и, конечно же, такая уже ставшая традиционная форма, наверное, это мастер-классы. И у нас осуществляется проект в течение всего учебного года, который называется «Лаборатория творчества». И каждый выходной практически к нам в отдел приходящие посетители могут поучаствовать в каких-нибудь творческих занятиях, что-то сотворить своими руками. Почему я могу научиться на мастер-классе или что я могу сделать своими руками в лаборатории? Мы стараемся очень разнообразить наши занятия, поэтому, начиная от каких-то поделок из природных материалов, заканчивая такими техниками, как оригами, скраббукинг, квиллинг, все это мы используем. Наталья, как Вы считаете, не мешает ли эмоции, которые получают Ваши посетители, участвуют в этих мастер-классах, запоминать какие-то факты научные, что-то изучать именно в музее? То есть он не теряет свою такую фундаментальность? Я считаю, что нет. Дело в том, что действительно наши юные гости, они привыкли к более динамичной жизни, более насыщенной, и поэтому просто быть зрителем, наверное, сейчас для них недостаточно. Им необходимо какое-то действие, которое мы даем. Тем более, что все программы, даже мастер-классы объединены общей идеей природной. Ну, вероятно, что для молодого зрителя интереснее познавать в игре. Не просто по учебникам, или когда тебе рассказывают лекцию о том, что это за звери, и каким образом они себя ведут в дикой природе, но играя, познавая, и делая что-то своими руками. А для более старшего поколения... Я не думаю, что только маленьким посетителям. Помню себя в музее даже, да? Всегда же хочется что-то потрогать. А клюши это никогда делать нельзя в основном. Вот как раз хочу задать вопрос. Может быть, для более старшего поколения, кто хотел бы просто посозерцать, какие выставки сегодня проходят, допустим, уникальные, что интересного может предложить, какие экспозиции? Ну, в настоящее время из временных выставок это тоже долгосрочный достаточно проект. Фотографии представлены, проект из дальних странствий, в котором участвуют наши горожане, где-то побывавшие. Ну, и вот пользуясь случаем, приглашаю всех путешественников поучаствовать и выставить свои работы. Ну, и кроме того, выставка «10 тысяч лет Ярославской рыбалки» продолжает. Вот так. То есть выставка есть для путешественников, а у нас путешествующих людей много, я вас уверяю. И вот возможно, что сейчас многие из телезрителей захотели бы фотографии свои предоставить. Мы будем только рады. Обратятся к вам и для рыболов, да, тоже, кстати, очень такое занимательное занятие. Много у нас любителей этого дела. Ну что ж, мы благодарим вас за столь ранний и интересный визит. Напоминаем, что сегодня в гостях у нас была Наталья Перфильева, и она рассказала нам о естественно-историческом отделе музея-заповедника города Ярославля. Скоро музей-заповеднику 150 лет, и много всего интересного происходит в его стенах. Спасибо вам за ваш визит. Спасибо вам. А также напоминаем, что генеральный спонсор программы «Самое доброе утро» – это квас Лакенский. Натуральный продукт без красителей и консервантов, а также прохладительные напитки «Сюрприз» для всей семьи. От нас и нашего партнера примите, пожалуйста, эти подарки.